Русские новости 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 вы русскими быть перестали все началось то ссоры в каком-то кафе где ларионов и и его товарищ повздорили как раз с местными казаками которые там почему-то обнимались с армянами вот вели какие-то коммерческие переговоры и возникла драка и приятель анатолия роман савченко ударил казачьего атамана евгения смирнова за атамана конечно вступился армянин который был поблизости ну а с кем же еще дружить казачьему атаману с андроником циканя нам тот ударил обидчика своего приятеля бутылкой по голове савченко и ларионов понадобилась с помощью медиков они поехали в больницу ну там вот и собралась вся эта банда около 40 человек которые не нашли романа савченко только потому что медсестра закрыла дверь а вот ждавшего в коридоре своего друга анатолия ларионова они нашли и убили и убили прямо на глазах у медиков которые не оказали никакой помощи человеку который был распростерт на полу лежал без движения и без дыхания никакого препятствия этой банде не оказали ни охранники не дежурный полицейский но видимо это не принято так ну идет банда в 40 человек разве можно и останавливать разве может быть телефон в поликлинике чтобы позвонить в полицейский участок который находится через дорогу нет это не принято в минводах так не принято в минводах принято просто убивать человека нападать на него 40 на 1 и метели до того пока он не отключится а потом добивать лежачего как показал хронометраж бандиты находились больницы около 12 минут за это время можно было вызвать и дежурный наряд полиции и позвонить в местный увд который находится по соседству никто ничего делать не стал и все сдвинулось с мертвой точки только благодаря активности в социальных сетях потому что начали размещать объявления начали размещать материал с видеокамер и тогда общественность поднялась и на видеокадрах именно местные жители нет ни полиции на местные жители узнали подозреваемых в избиении андроника циканяна он как раз разбил голову романа савченко бутылкой и продолжал бить потерявшего сознание анатолия ларионова вот посмотрите на эти кадры вот этот вот жирный ублюдок у которого задница и брюхо вываливается из штанов здесь убили русского парня реакция можно сказать нулевая с одной стороны жизнь а с другой стороны такие умиротворяющие беседы полиции а также казачьего атамана вот они все уговаривают что надо спокойно надо во всем разбираться вот ситуация в москве у мечети задержали какого-то прохиндея который здесь зацепился в москве и живет себе припеваючи конечно из мечети высыпались сотни вот этих чернявых молодых людей которые заблокировали автобус робкие полицейские ничего не предприняли ни один из них не вынул огнестрельное оружие не пальнул хотя бы вверх хотя угрозы были очевидны и взломали двери этого автобуса якобы для того чтобы убедиться что их собраться не был побит а он всего-то был обут в наручнике потому что хамил и оказывал сопротивление полиции ну и что толпа фактически его освободила вот эти робкие так называемые омоновцы которые крутят русских людей на любых мероприятиях как только ему дают команду здесь спасавали ну они испугались страшная толпа сейчас просто их разорвут на части да хоть бы и разорвали они должны были исполнять свои обязанности они струсили там они трусят а русских бить они не трусят почему может быть мы слишком тихие можно нам тоже надо кого-то порвать в кулачки перевернуть автобус какой-то власти этого добиваются министр внутренних дел господин колокольцев вы этого добиваетесь чтобы русские начали здесь все под палец и спалили свой дом спалили ваше министерство перевернули ваши автобусы может быть вашу семью нашли вы этого добиваетесь русского бунта но русский бунт бессмысленный беспощадной он вас точно не пощадить никого не пощадит понимаете не этих чернявых молодых людей которых вы завезли сотнями тысяч в москву не вас самих не ваших хозяев никого понимаете если вы этого хотите вы этого дождетесь если вы думаете что русские политические активисты будут уговаривать не надо не трогайте да нет мы по табуретку поможем выбить понимаете потому что то что вы делаете в москве и до самых до окраин это геноцид русского народа и это прямо относится непосредственно к руководству стороны тут уже никаких сомнений нет но и к руководителям силовых ведомств вы чем занимаетесь господин колокольцев чем вы занимаетесь господин чайка вы что там кофе пьете беспрерывно в своем кабинете работы нет никакой никакой не прокуратура не следственные органы господин бастрыкин не полиция вы не работаете вы просто за хребетники разве что воровством занимаются ваши подчиненные может быть да может быть это основная работа но тогда зачем зарплату платить выдали пистолеты иди получайся зарплату как все бандиты делают наверное вас просто бандитская шайка написано министерство внутренних дел ну так вы напишите то что на самом деле есть зачем себе и другим морочить голову всем будет понятно кто вы но тем временем помимо того что у нас москва заселена мигрантами продолжается политика открытых дверей есть такой вот жрец золотого тельца борис титов его теперь называют бизнес-омбудсмен вы знаете что это такое бизнес-омбудсмен это такой человек который якобы защищает бизнесменов ну вроде как их права человека на самом деле это представитель не просто бизнес-сообщества а самого подлого бизнес-сообщества которое не в грош не ставит не россию не русский народ и желает жить за счет рабов которых сюда завозят миллионами ну завезли уже порядка 15 миллионов человек вот сейчас вот этот борис титов бизнес-омбудсмен при поддержке фмс федеральной миграционной службы предлагает провести широкую амнистию для нелегальных мигрантов зачем чтобы они могли спокойно выехать отсюда то есть нарушив закона они выйдут теперь спокойно не претерпев никакого воздействия от закона а потом вот потом они легально въедут ну когда им предоставить все возможности для этого что легально что нелегально когда это будет одно и то же они легко въедут обратно вот 2 миллиона человек давайте мы всех простим русские новости фонде славянской письменности и культуры состоял совещание представителей русских национально-патриотических организаций посвященные подготовке к русскому маршру и формированию оргкомитета традиционного для русских националистов шествие выражена общая позиция о несовместимости русских национальных интересов с поддержкой киевской хунты и и силовых операций в новороссии ближайший четверг произойдет очередное совещание а в ближайшую субботу произойдет русская национальная конференция куда приглашаются организации национал патриотического крыла и там будет будут отработаны вопросы по оргкомитету порядку организации шествия маршрутом лозунгом и так далее проблемы размежевания с национал предателями уже в целом разрешены но возникает еще другая проблема как не попасть в другой капкан не позволить ассоциировать себя с кремлем и засевшими там олигархами русофобами склонять в эту сторону русское национальное движение пытаются уже давно и целый ряд прежде авторитетных лиц в нашем движении перешел на сторону врага и теперь активно зазывает к себе и всех остальных обслуживая при этом политические интересы действующей власти и создавая ее репутацию патриотической какого она на самом деле не является это точно не патриоты и в политическом смысле это уже не русские люди поэтому нам надо постараться провести русский марш так чтобы в нем ни в коем случае не увидели не только руку кремля но и вообще ничего про кремлевского в москве проведены пикеты у министерства природных ресурсов и представительства оон посвященный геноциду местного населения в кузбассе русские организации выступили в защиту малокоренного народа шорцев московские власти отказали в проведении массовых пикетов под надуманными даже анекдотическими предлогами вот посмотрим что написали правительственные чиновники отказав в согласовании пикета всего-то численностью в 10 человек у министерства природных ресурсов около метро баррикадной связи с невозможностью выполнения требований законов в частности обеспечения безопасности информирую вас о том что указанное в уведомлении территории непригодна для проведения публичных мероприятий узкие тротуары интенсивное движение пешеход выезд автотранспорта создают угрозу безопасности участников пикета и граждан не принимающих в нем участие префектура центрального административного округа москвы предлагает организатору избрать другое место проведения публичного мероприятия заявленным количеством участников подписал исполняющий обязанности заместителя префекта центрального административного округа кулагин господин кулагин давайте посмотрим есть здесь место для проведения пикета на 10 человек есть и мы управили хотя формате одиночного пикета по поводу пикета около представительства он тот же самый кулагин написал полную чушь как очень часто бывает в официальных ответах московских чиновников форма организации заявленного публичного мероприятия не соответствует положением действия действующего законодательства каким же вот есть там указание на пункт 6 статьи 2 федерального закона о митингах собраниях при проведении данного мероприятия отсутствует пикетируемый объект что исключает самовозможность проведение пикета в законе не указана причина для отказа в согласовании невозможности или отсутствие объекта пикетирования это уже наше дело может быть мы такие сумасшедшие вот нет объекта мы его все равно пикетируем в данном случае объект есть но его статус московскими властями ликвидирован значит москве нет представительства оон это черным по белому написано и подписано господином кулагином исполняющим обязанности заместителя префекта центрального административного округа мы обращаемся господину собянину вы полных идиотов назначаете на должности в центральном административном округе или только наполовину это полные дураки или все-таки полудурки если подобные люди как кулагин или вот раньше нам подобную чушь подписывал господин воронцов в той же центральной префектуре то каково состояние интеллекта у самого господина собянина может быть его самого тоже пропустили через специальную обработку и что-то стало с его головой поэтому всех кого он назначает это люди которым по крайней мере больше метлы лучше в руки не давать полиция вела себя в целом лояльно но полицейские чины постоянно выдвигали незаконные требования и тем кто не участвовал в пикете но вел фотосъемку видеосъемку или просто стоял в стороне и наблюдал особенно агрессивно выглядел начальник охраны представительства оон которому лучше бы подобрать место вышибала в каком-нибудь кабаке просьба пройти на ту сторону улицы и съемку производить а у меня бытовая съемка а я поэтому вы представьте пожалуйста я начальник охраны этого объекта прошла мере пожалуйста назовите а я не обязан вам ее называть вы для меня никто понятно прошу пройдите вот снято вы для меня тоже не по по крайней мере полицейские вели себя значительно более лояльно и сдержанно чем мы вот это мурло в пиджаке очень печальное дело даниила константинова состоялась заслушивание последнего слова чертановском суде города москвы я с тяжелым сердцем пошел на это заседание примерно представляя что будет и в общем-то ожидании меня не обманули даниил константинов себя причисляет к русским националистам и я даже помню его может быть это было одно из первых его выступлений может быть нет но но я его помню по митингу партии родина который проходил в 2005 году около останкинского телецентра человеку приписали убийство которое он не совершал которое произошло в стычке между асоциальными типами один другого пырнул ножом тот умер в 2012 году поступил распоряжение сверху надо примерно наказать одного из участников белоленточных маршей в особенности из националистов ну вот выбрали может быть самого такого громкого может не самого яркого но по крайней мере громкого человека даниила константинова особая организация за ним не было но он постоянно участвовал в белоленточных всех этих мероприятиях представляясь как русский националист хотя я не знаю русской организации с которой бы он взаимодействовал ну вот и как-то видимо сошлось что желание избавиться от висяка наложилось на желание кремля иметь какого-то подсудимого и все бы может быть прошло потому что белоленточный протест стал спадать к концу двенадцатого года но видимо руководство мвд очень хотелось вот этот висяк с убийством закрыть надо было как-то отчитаться в том числе и перед своими верхами и перед кремлевским руководством ну решили повесить на константинова в деле насколько то что я слышал то что было в последнем слове нет никаких доказательств вины напротив есть множество очень странных вещей связанных с деятельностью следователя а также пропажа вещественных доказательств например одежда убитого каким-то образом могла исчезнуть без сговора в следственных органах конечно это не могло произойти есть доказательства того что данил константинов конечно никого не убивала и его жизнь его характер говорят о том что ну не мог он этого сделать и не собирался и вообще в это время в этот же самый день отмечал день рождения своей матери тому свидетелей было достаточно но коль скоро дан приказ следствие и суд этот приказ исполняют и даниилу светит огромный срок за преднамеренное убийство ну казалось бы почему не поддержать человек вот я и пошел поддержать хотя 2012 году когда все это показалось не вполне серьезным и концу года даниила могли выпустить он подпал под влияние одного из национал предателей который писал доносы на нас и вот решил воспользоваться положением даниила для того чтобы поднять свой статус в белолет точнее тусовки тоже от имени националистов по националистической курии как там называлась или каким-то другим путем в общем представлять даниила константинова в неком координационном совете так называемой оппозиции хотя конечно никакая не оппозиция это просто прежние отрыжка 90-х годов власти тогдашние во главе там с немцовым и но разобрались с ним как-то быстро его выкинули их так я надеюсь что больше никогда человек не появится не в русских национальных организациях не в каких-либо других ну такая шавка полицейских полицейских чинов которые подсаживают его к выдающимся уголовникам и он их раскручивает как подсадная утка но главное что тогда попав под влияние вот этого нехорошего человека которого я даже не хочу упоминать даниил константинов допустил оскорбительные высказывания в адрес нашей партии великая россия как раз после того как нас задержала полиция по доносу того же самого ублюдка и вот после этого даниил константинов что-то там впели в уши и он позволил себя обмануть и разразился тирадой в наш адрес причем в тот самый момент когда нам требовалась поддержка вот ему требуется поддержка когда он сидит в тюрьме против нас тоже возбудили административных дел там целую связку целый веник можно было составить из этих административных дел в этот момент из тюрьмы политзаключенный начинает поносить нас ну как-то это неприлично но бог с ним ладно мы мы простили это и забыли ну разве что мы отвлеклись просто на свои на свои дела и достаточно долго ими занимались чтобы выправить положение отбиться от всех этих административных протоколов которые все-таки закончились судами и вторые инстанции тоже все было против нас точно так же как против даниила константинова заказ есть заказ выполнен судебная система москвы действует только так по политическому заказу гражданин всегда будет виноват независимо от того есть доказательства нет все судим наплевать даниил константинов оказался в таком же в такой же ситуации но кто пришел его поддерживать да те же самые белоленточники который находился на грани между вот либеральным движением и националистическим стали склонять в свою сторону и превращать в своего героя отпетые либералы отпетые негодяи я увидел там в зале людей но с которых я просто рядом не хотел бы находиться никогда ну и в общем то я поделился со своими печальными впечатлениями в сети интернет на что получил оскорбительное высказывание от отца подсудимого в прошлом известного политика который на 20 след сгинул куда-то вот или константинова по его представлениям его сыну нужна помощь от кого угодно ну как многие говорят хоть чертом союз если на благое дело то хоть с чертом понимаете вот я думаю что это порочная позиция и ни в коем случае нельзя ее придержится я бы не хотел чтобы если меня начнут судить чтобы пришел какой-нибудь вонючий лев пономарев мне бы даже не хотелось чтобы пришел и или константинов понимаете не надо вот эти люди которые ну никак не не близки мне по духу я бы не хотел чтобы такие люди меня защищали высказывались в мою пользу где-либо вообще я не хочу вообще их знать но вот такие люди пришли к даниилу и он назвал вот всю эту публику человек 50 лучшими людьми россии ну знаете я бы там большую часть из этих лучших людей наверное бы посадил за решетку это враги очевидные враги россии но из тюрьмы как-то по-другому смотрится и даниилу конечно простительно его ожидает жуткая судьба либо судьба отверженного которого забудут эти же самые либералы и может быть разве что отец его семьяк его будут помнить также как патриоты забывают тоже своих но не так уж хорошо помнят даже владимира ковачкова который сидит осужденный на длительный срок якобы за попытку государственного переворота уже про всех остальных про тех кто там совершал какие-то попытки террористических актов да кто о них помнит не помнят уже позабыли про убийство юрия буданова не помнят про сергея ракчеева которую посадили за то что он родину защищал и так далее и тому подобное поэтому забудут забудут либо это будет забвение либо это будет триумф либеральной тусовки ради которой константинова могут выпустить для чего по той же самой причине что разрешают в москве марш мира там любые болотные белоленточные марши в центре москвы московская мэрия этому всегда способствует ну а инструкции получает из кремля удобный противник все знают что это за негодяи все знают прекрасно но этим негодяй хорошо мобилизуются они имитируют большую мощь очень удобно для кремля для того чтобы говорить либо путин либо эти кого хотите но мы русские национал патриоты мы не хотим ни тех ни других и ни в коем случае не будем поддерживать ни тех ни других а кремлю удобно если не путин то тогда вот кто вот вроде льва пономарева это хорошо это нормальные нормально если президентом россии станет борис немцов да и касьянов станет при нем премьер-министром здорово мистом финансов снова станет кудрин ну нормально возвращение в 90-е годы вот эта подлая публика никогда не придет к власти она может зато с не могут поделиться вот видимо это может быть разменной картой и в таком случае позиция или константинова наверное может привести к результату то есть если сговориться с этой властью что мы будем имитировать оппозицию а вы отпустите даниила вот тогда состоится альянс даже не надо подписывать никакие бумаги и конечно это беда я с полным сочувствием отношусь к любому человеку который находится за решеткой и каким-либо образом с любыми взглядами был связан с политической активностью но я без всяких симпатий отношусь к той публике которая приходит для того чтобы потусоваться и поаплодировать в полной мере эти люди национал предатели русофобы люди которые привыкли писать доносы гражданам конечно не нельзя не отступать не сдаваться не отказываться от своих конституционных прав и свободу даже если конституция фиговая и свободы липовые все равно надо за них бороться но никогда не надо союзничать с врагами своего отечества даже если эти от этих людей может прийти какая-то помощь даже если к тебе придут на суд и поаплодируют тебе это лживые аплодисменты от лживых людей не надо рассчитывать на их помощь может быть процесс даниила константинова это такой вот урок русский националист не должен ходить в колоннах либералов не должен поддерживать людей которые заведомо направлены против нашей страны и против русского народа не должен якшаться с доносчиками и негодяями в отношении украины точнее украинских властей а следственный комитет россии возбудил уголовное дело о геноциде русскоязычного населения именно русскоязычного заметим что речь идет не о родстве а только о языке то есть русскоязычные россияне вот не русские русскоязычные россияне на территории луганской донецкой народных республик были подвергнуты этом геноцида а то что у российской федерации весь русский народ подвергается акту геноцида но не только он а также и все остальные народы вот об этом конечно следственный комитет никогда не позаботиться потому что в данном случае это конъюнктура геноцид русского населения русского именно на украине или там в казахстане или в туркмении или в таджикистане ну за за исключением белоруссии наверное нет другого постсоветского государства где не было бы геноцида русского народа следственный комитет как-то не было озабочен этим вопросом часто заботился почему такая политическая конъюнктура надо все время как-то ущемлять соседнюю украину раз тут у нас заруба пошла по поводу новороссии ну значит все средства хороши может быть нам тоже от этого становится как-то лучше потому что наконец признается акт геноцида ну хотя бы русскоязычного населения хотя бы локально только вот на территории донецкой луканской республики хотя бы есть какой-то прецедент за который можно прицепиться да нет если бы люди которые занимались следственным делом у нас были бы добропорядочные понимали бы что к чему ну наверное бы совершенно по-другому был поставлен вопрос потому что не во время войны осуществлялся геноцида уже давным давно он 20 лет осуществляется на украине поэтому русские люди там перестали сознавать себя русскими вдруг решили что не укры что они потомки каких-то неведомых племен которые никаким образом с великороссами с московитами не связаны это же надо как искалечить был мозг так это самый настоящий геноцид он разрушил самосознание русского народа жившего на украине подавляющей части русского народа вот это есть настоящий акт геноцида и одновременно с вот такими заявлениями следственного комитета насчет преследования украинского руководства за геноцид милые бронят столько тешится россия украина и с специальной комиссии трехсторонняя встреча и возобновляют поставки российского газа на украину война идет поставки тоже ну разве речь не идет о том что российский газ для украины это просто средство продления жизни вот этому русофобскому режиму порошенко ну русофоб русофобу видимо глаз не выклевит любимому порошенко ну и конечно ну чтобы дети не мерзли там в киеве во львове ну ведь одновременно не будут мерзнуть и вот эти всякие правосеки бандерлоги майдануты и так далее но это же является сутью этого режима может быть немножко потерпеть вменяемым людям и заодно им больше вменится в голову что им на хребет сели негодяи убийцы уголовники вся вот эта порошенковская пусть они потерпят одну зиму без российского газа ну пусть попробуют ну в конце концов если они хотят воевать то условия войны вот такие других быть не может ну оказывается что у нас не воюет кремль с вот этим режимом который называются там фашистским каким угодно еще фашисты вы все фашисты так они с фашистами оказывается не воюют они наоборот с ними дружат торгуют ну правда против них по возбуждают уголовные дела наверное ответ на прокуратура украины возбудит уголовные дела по поводу кремлевских представителей это будет оправдано то есть война это такое вот игра компроматов мы права сказали вы про нас сказали мы ваших убили вы наших убили но торговля торговли это святое прибыли должны поступать должны торговать газпром и должны торговать газовые компании на территории украины прибыль должна поступать постоянно ну надо же содержать зарубежные виллы это олигархи этой олигархии нам-то русским людям что до этого нам бы всех их в одну коробку и в топку горький митинг прошел в москве на поклонной горе в прошлую субботу по данному гвд москвы собралось около 17 тысяч человек это такой был день скорби день посвященной памяти погибших в новороссии от войны все было организовано прокремлевскими силами в полном составе прибыли фракции государственной думы вот но почему-то решили флаги не поднимать некоторые приехали с флагами вот единая россия решила обойтись без флагов были плакаты в поддержку президента путина но конечно как же не поддержать президента путина как раз во время там траурного мероприятия были лозунги плакаты на одном было написано патриоты россии вместе с путиным против фашизма на другом путин наш президент мы забыли да конечно он ваш президент кто бы в этом сомневался ваш ваш но не наш не наш не русский президент больше всего пропиарилась на этой акции справедливая россия их как раз флагов было много флагов кпрф на митинге было они как-то поскромничали но зато коммунистов было очень много отдельные там были флаги с надписью даже кпсс как мне рассказали в чем собственно в целом пафос мероприятия вообще-то в русской традиции поминают павших умерших погибших в церкви заказу панихиду приходят со свечками а тут такая гражданская панихида ну хорошо пусть будет гражданская почему на поклонной горе поклонная гора такое место где находится парк победы оказыв парк победы вдвинули совершенно уродскую композицию под названием таргедия народов где какие-то уродцы стоят такой очередью по всей видимости в газовую камеру и превращаются в надгробие которые заваливаются и эти надгробия почему-то не впереди то есть люди не погибая превращаются в надгробия а еще на подходе к газовой камере или к тому месту где их казнят начинают из надгробия превращаться в людей но это похабная композиция которая конечно изуродовала парк победы можно сказать осквернила его не может быть местом упоминания павших в войне тем более что эта композиция до боли напоминает такой памятник который сделан в берлине отвратительный памятник который вызывает чудовищный эмоциональный дискомфорт это огромное поле заставлено и гранитными постаментами и когда ты входишь на это поле то тропинка опускается все ниже ниже постаменты растут все выше 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 и ты как будто тонешь в этом море это памятник жертвам холокоста и вот здесь тоже вот эти надгробия они напоминают надгробия полу люди полу надгробия не тоже напоминают тут самый холокост и на самом деле свечки там ставят жертвам холокоста то есть поминают одни жертвы еврейского народа я понимаю конечно евреев им хочется чтобы они все помнили прежде всего и в первую голову их поминали отдельно вот очередной раз их помянули отдельно ну на словах не сказали а по факту получилось так нельзя было ходить на это мероприятие нельзя и потому что в этом мероприятии участвовали совершенно омерзительные типы из правительства из государственной думы всякие там прохиндеи которые прилепились как власти но также нельзя было ходить туда потому что это место неприемлемое и способ выразить свое отношение к войне и вспомнить о жертвах неприемлемых таких мероприятиях участвую русскому человеку нельзя под каким видом и никогда ну разве что понаблюдать за полным безобразием ну собственно вот те люди с которыми я беседовал именно так и оценили этот митинг безобразие прохиндиада в россии обычно масштабно это вам не чичиков это десятки миллиардов наблюдательный совет внешне экономбанка принял решение выделить группе автоваз финансирование в объеме около 30 миллиардов рублей об этом заявил представитель госкорпорации владимир дмитриев и об этом сообщает риа новости деньги пойдут на реализацию трех проектов автомобилестроителей замечательно да взяли просто из бюджета ломанули 30 миллиардов рублей представитель роснано выжелал получить 100 миллиардов рублей из фонда национального благосостояния в рамках нынешней нормативной базы как говорят сделать это невозможно значит сделают вне нормативной базы роснано обсуждает с правительством возможность предоставления такого вот большого куша для того чтобы его распотронить роснано ничего не производит но будет производить некие венчурные операции просто она планирует получить средства на создание фонда развития российской на на индустрии то есть того чего не может быть или чего не видно или что можно только сфабриковать на бумаге в общем превратим наши миллиарды в на на миллиарды так чтобы их никто не заметил сделку предполагается оформить минфину через покупку в 2014 году по закрытой подписке собственных облигаций на всю сумму и роснано это чубайс а мы знаем кто такой чубайс вор из воров примет решение как финансировать инновационные проекты ну конечно возьмем у государства денег вот такую немаленькую сумму 100 миллиардов рублей а потом еще и и само государство будем принуждать к софинансированию да и государство будет отчитываться да это же не без бюджета это же софинансирование мы долю даем долю роснано да очень хорошо звучит роснано из нашего кармана еще один факт про хиндиады минэнерго россии получил заявку от роснефти на выделение средств из фонда национального благосостояния роснефть начала просить выделить средства на финансирование инвест программы еще в августе когда ее президент игорь сечин заявил что в обстановке санкций компании необходимо выделить полтора триллиона рублей немного немало ну коль скоро ты приятель президента российской федерации с горшка то можешь и полтора триллиона получить на что ничего нормально когда у тебя зарплата несколько миллионов рублей кажется что полтора триллиона это не такие уж большие деньги но в газпроме подтверждают что на сегодняшний день китай так и не удосушился выплатить 25 миллиардов долларов в связи с началом совместного проекта по прокладке газопровода силы сибири на фактически задержав аванс китай вынуждает россию строить газопровод за свои средства а вы думали китай вот эту газовую диверсификацию воспримет подарок для себя да нет ну так точно такой же хищник как и все остальные поэтому если россия в трудном положении почему не поживиться китай принимает решение ничего с этими русскими цацкаться пусть за свои деньги строят газопровод а потом мы уже подумаем по каким ценам у них покупать газ и стоит ли вообще этот газ покупать я думаю что газпром нужен вовсе не для того чтобы поставлять газ в китай а для того чтобы пилить вот эти огромные бюджетные средства которые будут выделены на строительство газопровода откуда возьмут конечно у нас служить если столько прохиндеев и если они требуют такие огромные суммы то от нас требуется либо избавиться от этих прохиндеев либо чувствовать себя бесправными рабами если бы мы собрались силы и сбросили себя ярмо олигархии то эти и подобные им суммы никогда бы из бюджетов не уходили а все бы шло на развитие здравоохранения образования науки культуры и так далее то есть того что собственно нам необходимо видимо путин правительство его во главе с чудаком медведевым они на другое нацелены нацелены на то чтобы продолжать грабить бюджет вот удовлетворять запрос таких как сечен чубайс газпром и всякая прочая мерзость а как оформляется этот бюджет это просто тихий ужас на днях объявлено что проект федерального бюджета на 2015 2017 года и сопутствующие материалы внесены правительством госдуму и были доставлены сумках весом 15 килограмм каждая объем внесенных материалов превышает 10000 страниц первое чтение документа состоится 24 октября вы думаете за месяц можно прочесть 10 тысяч страниц вы думаете хоть один депутат прочтет хотя бы десятую часть этой пачки бумаги да никак вообще никто читать не будет вообще никто не будет читать может быть отдельные энтузиасты найдут какие-то строчки которые попытаются добавить и решить пролоббировать какие-то вопросы в пользу отдельных компаний и многим это разрешат ну потому что маленькая зарплата у депутата потом срок может депутатский закончится ну надо же как-то породить родному человечку поэтому некоторые изменения в бюджет конечно внесут но чтобы кто-то всерьез работал с бюджетом в государственной думе в союзе федерации да упаси боже пархиндеи что это такое это награды банкеты юбилей вот матвиенко валентина матвиенко вновь стала спикером с этой федерации никто почти этого не заметил а там проголосовали да еще прославили как это же считается третий человек в иерархии государственной власти и вот эта дамочка которая в своей жизни никогда ничего полезного не сделала правда ее на какое-то время назначали губернатором санкт-петербурга но ничего толкового на этом пост она не делала правда она была также и на посольских должностях и на этих должностях она отметилась только там рытьем каких-то бассейнов ремонтом зданий посольства и каких-то какие-то совершенно незначимые никому не нужные вещи свое время ее приобрел примаков как вице-премьера по социальным вопросам но на этой почве валентина матвиенко ничем тоже не отличилась абсолютно бездарная баба извините была назначена спикером совета федерации и вот мужики которые должны были бы себя уважать очередной раз славили все ее таланты и даже красоту бог ты мой валя полстакана так называли ее в студенческой молодости господи валька красные трусы ужас ужас санкт-петербург то полнится слухами и люди то знают о том кто такая валентина матвиенко может быть она думает что никто ничего не знает никто ничего не помнит ну так расскажут рано или поздно то расскажут и сейчас уже из ее личных откровений известно что абсолютно бездарная тетка абсолютно ничего не сделавшая на помощь на поприще государственной службы но именно поэтому она является председателем совета федерации ну вот еще одна перестановка экс-спикер мозгородумы платонов абсолютно серый незаметный человек 20 лет сидел в мозгородуме никто и не заметил его и жизнь пролетела у этого человека совершенно бесполезно и незаметно не для него самого не для других он теперь будет работать советником президента банка москвы при этом сохраняя свой мандат депутата московской городской думы а вы как думали оказывается сегодня в мозгородуме большинство депутатов не будет на освобожденной работе они будут работать где-то в другом месте а голосовать приходить сюда и при этом никого не смущает возможность столкновения интересом вот как советник президента банка москвы платонов может быть не заинтересован во многих решениях которые требуются москвичам но тем не менее он будет голосовать какой же он представитель москвичей он представитель теперь мозгородуме банка москвы а что это за банк ну мы как-нибудь расскажем может быть подробнее но те кто следит за информацией прекрасно знают что это основная отмывочная контора лужковской шайки было лужковская шайка никуда не ушла она осталась вместе с собянином сменили вывеску вот кстати о лужкове лужков как выяснилось уже четыре года не с нами но не в том смысле что умер он просто не исполняет теперь должности мэра москвы он тогда вот медведевым был снят с должности за утрату доверия как почему он утратил доверен об этом неизвестно да нам на самом деле это не интересно что лужков что медведев ну какая разница прав ли кто-то из них виноват ли кто-то из них нам это безинтересно потому что это один и тот же тип личности некоторые журналисты с ностальгией вспоминают ну кто ж такой был лужков и что он сделал так долго сену с 90-го года он же столько лет там чуть ли не четверть века просидел на своем посту хозяйства в москве а что он сделал 25 лет а целое поколение понимаете можно новый город построить примерно такого же масштаба что сделал лужков да что-то там построил построил кольцевую построил третье кольцо какие-то там станции метро привел в порядок центр москвы а слушайте это много или мало это ничтожно мало ничтожно а сколько украдено это просто представить себе невозможно вот все что мы увидим оценим на глазок там в какие-нибудь миллиарды умножьте все что вам представиться еще на 10 и вот это наверное будет минимальная сумма которая разворована московской шайкой вот этой постсоветской номенклатуры все это бывшие коммунистические деятели которых пригрел лужков ну в частности шансов которые теперь вновь губернатор стоит в нижегородской области его якобы переизбрали ну родной человек который всю жизнь москве прожил вот таких деятелей он поназначал на префекты на должности московском правительстве еще где-то там расставал в разные места было у них некоторые столкновения с путиным в момент его пришествия ну путин еще пока был слабоват за его спиной там стояла ельцинская семья сам был слабоват потом договорились поделили сферы влияния и воровство продолжился ровно так же как в 90-е годы может быть даже еще более интенсивно лужков его вот афк система про которую мы рассказывали в прошлый раз другие структуры батурина жена который тут получала беспрерывно какие-то коврижки от московского правительства там разных вот скажем застройка ходынского поля вот просто подарок можно сказать на день рождения на тебе ходынское поле застраивай получай прибыль то есть это все не изменилось 90-х годов то есть лужков это порождение 90-х годов и реализация 90-х годов в 2000 поэтому когда кто-то говорит что путин преодолел 90-е в свое правление ничего подобного он их воспроизвел только только в такой яркой обертке можно сказать что для этой обертке использовали конституцию российской федерации завернули вот все это воровство в брошюрку под названием конституция россии что ж вот еще одна прохиндиада это закон ротенберга компенсациях из бюджета оказывается товарио которая покупает себе виллы разнообразную собственность за рубежом теперь в случае решений зарубежных судов которые будут признаны в правительстве российской федерации несправедливыми будут получать компенсации очень хорошо это законопроект в котором просто бюджет будет грабиться вот таким путем свое прозвище законопроекта компенсация получила из-за того что думская позиция связывает разработку этого документа с арестом недвижимости бизнесмена аркадий ротенберга он также фигурант черных списков и евросоюза и сша и считается близким президенту владимиру путину ну а кто же у нас покупает виллы за рубежом кроме как близкие друзья президента путина ну и вот лишился возможности аркадий ротенберг пользоваться тремя своими виллами на сардинии тарквине а также еще одним отелем время несчастный человек если эти решения итальянского суда будут признаны в россии ущемляющими его права то из бюджета россии должны зачерпнуть вот ту самую сумму которую примерно в которой примерно оцениваются эти арестованные активы и отдать ротенбергу это 30 миллионов долларов с вот с этой идеей о том что надо защищать надо же защищать граждан российской федерации за рубежом у нас какая-нибудь старушка может туда поехать вот там ее могут обидеть ее же надо защищать но реально конечно никакую старушку не защитят защитят людей типа ротенберга и поэтому комитет по конституционному законодательству госстроительству госдумы привет владимиру плигину рекомендовал нижней палате парламента принять этот документ в первом чтении ну за первым второе не задержится и все вот эти вориши и новориши получат еще одну возможность для того чтобы потрошить российский бюджет генпрокуратура россии намерена усилить контроль за банками и потребительскими ценами об этом заявил первый заместитель генпрокурора россии александр буксман вечный буксман сидит в генеральной прокуратуре и рулит там много чем наряду с господином чайкой буксмана знаю уже много лет негодяй первостепенной ни одного дела в пользу граждан все только в пользу чиновников и воров в середине сентября генпрокуратура начала серию проверок после сообщений сми резком росте цен на некоторые виды продуктов в ряде российских регионов но по всей видимости с ценами надо бороться путем запретов ну мало ли какие там есть запросы у производителей цены возросли на топлива на электричество налоги возросли в некоторых местах по некоторым направлениям в 10 раз но ты не смею увеличивать цену за свою продукцию потому как генпрокуратура не велит вместо того чтобы бороться с причинами борьтесь со следствиями результатом будет закрытие производств и неизбежное удорожание потому что будет сокращаться производства собственно этим и занимаются в правительстве российской федерации агент прокуратуры им подыгрывает в общем-то совершенно незаконно вмешиваясь предпринимательскую деятельность и обрушивая фактически обрушивая возможностей независимого предпринимательства министерство экономического развития россии повысила оценку роста цен на продовольственные товары в 2014 году до 12 13 процентов об этом говорится в опубликованном министерском прогнозе социально-экономического развития страны до 2017 года ранний прогноз составлял около 7 процентов но реально мы знаем по себе когда говорят что рост цен 10 процентов мы Мы по своим кошелькам ощущаем 20-25%, когда говорят, что рост примерно такой, как прогнозируется, 12-13%, ну тут уж держись, 40-50%. Вот такой будет реальный ущерб нашему семейному бюджету от деятельности правительства Путина Медведева и всей их олигархической группировки. Мы все знаем, какая ситуация в демографии. Мы все говорили, что Путин придумал материнский капитал, и как это хорошо, как это здорово, мы стали выбираться из демографической ямы. Специалистам было известно, что все это ложь, никакой демографической ямы мы с помощью материнского капитала не преодолеем. Но против быть бессмысленным, хоть что-нибудь дадут людям, хоть какой-то с паршивой овцы шерсти клок. Вот этот шерсти клок – это и был материнский капитал. Ну а теперь предлагается все это аннулировать. Ну зачем? Зачем все это, что не дает никаких результатов? Действительно, Министерство экономического развития России предлагает остановить выдачу материнского капитала и сэкономить таким образом 300 миллиардов рублей в год. Для чего сэкономить-то? То есть сэкономить на людях. Давайте сэкономим. Почему бы нет? Обоснование. Этот вид поддержки не увеличивает число детей. А Путин говорил, что увеличивает. Он, как выяснилось, лишь сдвигает календарь рождения. Семьи просто решаются на рождение еще одного ребенка раньше, чем планировали. Ну то есть хотят получить материнский капитал и после первого ребенка торопливо заводят второго. Вот и все влияние. Ну в обычной ситуации будут заводить второго ребенка, если не будет материнского капитала, ну чуть позже, а может вообще никогда. Программа существует уже 6 лет. Срок действия запланирован до 2016 года почему-то. То есть кому-то достанется, кому-то нет. Кто чуть ранее поторопился родить второго ребенка, материнский капитал не получил, то чуть позже тот материнский капитал тоже не получит. А вот теперь о здравоохранении. В ежегодном рейтинге эффективности национальных систем здравоохранения, подготовленном агентством Bloomberg, Россия заняла последнее, 51 место. Пропустив вперед Азербайджан и Белоруссию, баллы начислялись в зависимости от средней продолжительности жизни в стране и госзатратах на отрасль. В первой десятке оказались Гонконг, Италия, Япония, Южная Корея, Австралия, Израиль, Франция, Объединенные Арабские Эмираты и Великобритания. Побителем стал Сингапур, где на каждого гражданина ежегодно на медуслуги тратят 2426 долларов, почти в три раза больше, чем у нас. А мы, как оказывается, живем на пять лет меньше, даже в новых странах Евросоюза мы-то считали, что мы, может, даже более развитые, чем они. То есть меньше на пять лет, чем в Венгрии, Польше, Словакии, Чехии. Мы живем на 11 лет меньше, чем в Германии, Италии, Испании. А я напомню, что дореволюционная Россия была как раз на уровне Италии, Испании, даже перегоняла их по уровню развития и догоняла Германию, могла реально догнать в те времена. Но если бы не революция, может, и жили бы мы сейчас уж не меньше, чем в Италии, Испании. Сегодня дефицит участковых врачей в России 40% от самых минимальных нормативов. Они работают на износ, на полторы-две ставки. Ну и платят им, поэтому они работают за износ, потому что платят чудовищно мало. Только за последние два года обеспеченность врачами участковой службы упала на 8%. Хотя вроде бы подняли зарплаты, а кто же пойдет работать на износ? В Москве среднее время ожидания приема участкового терапевта 4-5 дней. Педиатра 3 дня. Это в 4 раза дольше, чем в странах Евросоюза. Там обычно к семейному доктору попадают либо в день обращения, либо на следующий день. За два года коечный фонд по всей стране уменьшился на 6%, в Москве на 20%. Это у нас развивается в здравоохранении. Спасибо огромные успехи Путина Медведева. И спасибо их сторонникам, которые все время говорят о том, что невероятные успехи достигнуты в период правления Путина. Вот они, реальные успехи. По данным экспертизы, качество медицинской помощи, которую ежегодно во всех учреждениях проводят страховые компании, нарушения встречаются в каждом третьем случае лечения. В каждом третьем случае. Непосредственно связанные с неправильным лечением пациентов в каждом шестом. А за рубежом только в каждом двадцатом. Показатели внутрибольничной летальности у пациентов с инфарктом миокарда в России выше в три раза, чем в Евросоюзе. В три раза. И приведем одно мнение, собственно, из врачебной среды. Врач-эндокринолог Московской городской клинической больницы номер 11 пишет в сети, читаем. Завтра, когда от бывшей городской клинической больницы номер 11, где я лечила вас более 30 лет, останутся одни только воспоминания. Знаете, я сделал все, что было в моих силах, чтобы сохранить нашу замечательную клинику, сберечь дружный, преданный своему делу своим больным, коллективом врачей и медсестер. Нас сегодня поставили к стенке. Завтра будет команда ПЛИ. Мы не одни, рядом много честных, порядочных медицинских работников. Мы не нужны этому государству. Из-за нас не вымирают те, кто уже не может обслуживать трубу. Поэтому нам вынесли приговор, подлый, смертный, за нашей спиной. Простите, дорогие пациенты, последнее, что успела сделать для вас, справочник по диабету. Вы у меня умницы, вы справитесь. Я сейчас чувствую себя старым волком, точнее волчице, идущей на свою последнюю битву. Ольга Демичева. Вот такое печальное письмо, обращение к своим пациентам. Иван Ильин о русском национализме. Когда мы смотрим вперед и вдаль, и видим грядущую Россию, то видим ее как национальное государство, ограждающее и обслуживающее русскую национальную культуру. После длительного революционного перерыва, после мучительного коммунистически-интернационального провала, Россия вернется к свободному самоутверждению и самостоянию. Найдет свой здравый инстинкт самосохранения. Примирит его своим духовным самочувствием и начнет новый период своего исторического расцвета. 30 лет терпит русский народ унижение и кажется, нет им конца и края. 30 лет попирают темные и преступные люди его очаги и алтари. Запрещают ему молиться. Избивают его лучших людей. Самых верующих, самых стойких, самых храбрых и национально преданных. Подавляют его свободу, искажают его духовный лик, проматывают его достояние, разоряют его хозяйство, разлагают его государство. Отучают его от свободного труда и свободного вдохновения. 30 лет обходятся с ним так, как если бы он был лишен национального достоинства, национального духа и национального инстинкта. Эти годы насилия и стыда не пройдут даром. Нельзя народному организму запретить здоровье. Он прорвется к нему любой ценой. Нельзя погасить в народе чувство собственного духовного достоинства. Эти попытки только пробудят его к новому сознанию и новой силе. То, что переживает сейчас русский народ, есть строгий и долгий ученический курс. Живая школа душевного очищения, смирения и трезвения. Первое пробуждение может быть страстным, неумеренным и даже ожесточенным. Но дальнейшее принесет нам новый русский национализм с его истинной силой и в его истинной мере. Этот национализм мы и должны ныне выговорить и оформить. В противоположность всякому интернационализму, как сентиментальному, так и свирепому, в противовес всякой денационализации бытовой и политической, мы утверждаем русский национализм, инстинктивный и духовный. Исповедуем его и возводим его к Богу. Мы приветствуем его возрождение, мы радуемся его духовности и его своеобразию. И мы считаем драгоценным, что русские люди не связывали себя никакими интернационалистическими симпатиями или обязательствами. Каждый народ имеет национальный инстинкт, данный ему от природы. И это значит и от Бога. У каждого народа инстинкт и дух живут по-своему и создают драгоценное своеобразие. Этим русским своеобразием мы должны дорожить, беречь его и жить в нем, и творить из него. Оно дано нам было искренне, в зачатке, а раскрытие его было задано нам на протяжении всей нашей истории. Раскрывая его, осуществляя его, мы исполняем наше историческое предназначение, отречься от которого мы не имеем ни права, ни желания. И во всякое национальное своеобразие по-своему являет дух Божий и по-своему славит Господа. Каждый народ по-своему вступает в брак, рождает, болеет и умирает. По-своему лечится, трудится, хозяйствует и отдыхает. По-своему горюет, плачет, сердится и отчаивается. По-своему улыбается, шутит, смеется и радуется. По-своему ходит и пляшет. По-своему поет и творит музыку. По-своему говорит, декламирует, острит и ораторствует. По-своему наблюдает, созерцает и творит живопись. По-своему исследует, познает, рассуждает и доказывает. По-своему нищенствует, благотворит и гостеприимствует, по-своему строит дома и храмы, по-своему молится и геройствует. Он по-своему возносится духом и кается, по-своему организуется. У каждого народа свое особенное чувство права и справедливости, иной характер, иная дисциплина, иное представление о нравственном идеале, иной семейный уклад, иная церковность, иная политическая мечта, иной государственный инстинкт. Словом, у каждого народа иной особый душевный уклад и духовно-творческий акт. Так обстоит от природы и от истории, так обстоит в инстинкте и в духе, так нам дано и от Бога. И это хорошо, это прекрасно, различны травы и цветы в поле, различны деревья и облака. Богат и прекрасен сад Божий, обелен формами, блещет красками и видами, сияет и радуется многообразием. Все хочет петь и славить Бога, заря и ландыш, и ковыль, и лес, и поле, и дорога, и ветром зыблемая пыль. Федор Сологуб. И в этом все вещи, и все люди, и все народы правы. И каждому народу подобает и быть, и красоваться, и Бога славить по-своему. И в самом этом многообразии и многогласии уже поет и возносится хвала Творцу. И надо быть духовно слепым и глухим, чтобы не постигать этого. Вот почему мысль погасить это многообразие хвалений, упразднить это богатство исторического сада Божьего, свести все к мертвому подобию и однообразию, к равенству песка, к безразличию после уже просиявшего в мире различия, может родиться только в духовно мертвой, больной душе. Это плоская и пошлая химера. Это всеразрушительная, противокультурная и безбожная затея, есть порождение рассудочной души, злой и завистливой. Все равно стремится ли эта химера воинственно подмять все народы под один народ, химера германского национал-социализма, или растворить все национальные культуры в бесцветности и безвидности все смешения, химера советского коммунизма. Во всяком случае, это уродливая химера, в которой крайний национализм сходится с крайним интернационализмом, не русского происхождения, как, впрочем, и весь нигилизм, и не христианского происхождения, как, впрочем, и весь эгалитаризм. Христианство принесло миру идею личной бессмертной души, самостоятельной по своему дару, по своей ответственности, по своему призванию, особливой в своих грехах и подвигах, самодеятельной в созерцании любви и молитвы, то есть идею метафизического своеобразия человека. И поэтому идея метафизического своеобразия народа есть лишь верное и последовательное развитие христианского понимания. Христос один во вселенной. Он не для иудеев только и не для эллинов только, а благоденствие его идет к эллинам и к иудеям. Но это означает, что признаны и призваны все народы, каждый на своем месте, со своим языком и со своими дарами. Преподобный Серафим Саровский высказал однажды воззрение, что Бог печется о каждом человеке так, как если бы он был у него единственным. Это сказано о личном человеке. Что же надлежит думать об индивидуальном народе? Что он Богом осужден, отвергнут и обречен? Каждую лилию Господь одевает в особливые и прекрасные ризы, каждую птицу небесную питает и кормит. И волосы, падающие с головы человека, сосчитывает о своеобразии народной жизни, от него данная и заданная творческую хвалу живой нации, к нему восходящую отвергает? Всей своей историей, всей культурой, всем трудом и пением своим каждый народ служит Богу, как умеет, и те народы, которые служат ему творчески и вдохновенно, становятся великими и духовно ведущими народами в истории. И вот национализм есть уверенное и сильное чувство, что мой народ тоже получил дары Духа Святого, что он принял их своим и инстинктивным чувствилищем и творчески притворил их по-своему, что сила его обильна и признана к дальнейшим творческим свершениям, и что по этому народу моему подобает культурное самостояние, как залог величия Пушкин и как независимость государственного бытия. Поэтому национализм проявляется прежде всего в инстинкте национального самосохранения, и этот инстинкт есть состояние верное и оправданное. Не следует стыдиться его, гасить или глушить. Надо осмысливать его перед лицом Божиим, духовно обосновывать и облагораживать его проявления. Русский бокс. Хватит смотреть футбол. Полная ерунда. Смотрите лучше профессиональный бокс. Поздно, да, российское телевидение издевается, показывает бои русских профессионалов уже далеко за полночь. Тем не менее, это стоит смотреть. Денис Лебедев во втором раунде нокаутировал небитого до этого боя Поляка Колодзя и сохранил за собой титул чемпиона мира ВБА в тяжелом весе. К сожалению, эту победу испортило выступление главы Крыма Аксенова, который хотя и вручил чемпиону 500 тысяч рублей, но при этом еще произнес здравицу в честь Владимира Путина, который, наверное, уже и черный пояс по профессиональному боксу должен получить. Он стыдно за лидера Крыма, стыдно за крымчан. Как можно терпеть над собой вот таких чиновников, которые готовы вылезать в задницу при любом случае вышестоящему начальству. Григорий Дрозд уверенно победил в поединке поляка Кшистова Владарчика и стал чемпионом мира по WBC в тяжелом весе. Очень был интересный поединок для любителей бокса, идеально разработанная тактика, которой следует учиться и вообще вот этот бой, я считаю, должен быть как такой учебный материал для наших мастеров боевых искусств. Субтитры создавал DimaTorzok